И всем привет! С вами как обычно я! И сегодня мы обсудим почему же то будет, если бы нашего детства и майнкрафтеров не было просто этого майнкрафта. Ну, я буду все рассказывать по фактах, так что начинаем! Первое. Не было бы классных ютуберов по майнкрафту. Как вы знаете, сейчас очень много существует классных ютуберов. Не буду говорить каких, просто у каждого разные свои вкусы. Ну, и как вы знаете, вы очень, наверное, любите своих любимых ютуберов по майнкрафту смотреть. Ну, так получилось, например, что майнкрафта бы не было. Ну, я думаю, просто бы скучно было там смотреть каких-то других ютуберов. Ну, например, вам нравится только смотреть вашего любимого майнкрафтера, какого вы любите смотреть. Ну, и все такое. Ну, я потому и поставила его на первый факт, потому что это без него просто жить нельзя. Но мы переходим ко второму факту. Не было бы интересного детства. Да, как мы знаем, мы, вы, ну, мы, смотря кто, кто играет в майнкрафт, вот тот вырос на майнкрафте, хорошо, если в него играет. Вот тот меня поймет, а те, кто не играл даже ни разу в майнкрафт, тем меня не поймут. Просто у меня такое было, что у меня просто детство начиналось из майнкрафта, серьезно. Ну, правда, строить я так и не научился за 4-5 годов. Ну, я думаю, что так больше всего подойдет, что, типа, не будет интересного детства. Ну, серьезно. Ну, а мы переходим к третьему факту. Меньше бы было токсика. Да, вы все правильно услышали. Майнкрафт раньше и может сейчас очень много был в токсиках. И может сейчас и есть. И меня, именно меня это самое большее и затрагивает. Потому что, например, когда ты играешь на серверах, ты хочешь нормально пообщаться, культурно, но ниже влазит в твой разговор и начинает писать маты. Это очень, очень, ну, как сказать, не нравится тому, кто играет там, например, на серверах. И тогда люди просто запрасывают на этот сервер и перестают в него заходить, потому что понимают, что тут ничего интересного нет, кроме таких людей неадекватных. Ну, давайте тогда перейдем к четвертому факту. Все бы мы искали другую игру в стиле песочницы. Все знают, что, например, Майнкрафт это песочница и тут надо строить, выживать и т.д. Ну, например, игру я не знаю, которая еще есть песочница, но было бы намного скучнее без Майнкрафта. Не было бы, что строить, ну, где это все выстраивать, свои мнения, там, всякое такое, играть на серверах. Это бы очень скучно было, ну, не знаю, какая еще игра есть там, где есть песочница, но думаю, что Майнкрафт самый лучший из песочниц на телефоне есть. Так что мы переходим к пятому факту. Ивангай бы был менее популярным, без Майна. Да, вы все правильно услышали, в который раз я уже это говорю, но некоторые ютуберы начинали с Майнкрафта, ну, популярные ютуберы или еще не популярные, не знаю. Короче, Ивангай, я еще его, помню, давно смотрел, у него там видео были по Майнкрафту и летсплеях по Майнкрафту, обзорах и т.д. Ну, как заметили вы бы, то Майнкрафт, ой, Майнкрафт, какой Майнкрафт, Ивангай бы был серьезно, менее бы популярным, потому что больше аудитория его пришла из Майнкрафта. Ну, не больше, не знаю, короче. Но Ивангай начинал из Майнкрафта, это я точно знаю. Так что мы переходим к шестому факту. Все начинающие лспейщики искали бы другую игру. Да, да, вы можете не верить мне, но реально где-то 50% всех летсплейщиков это Майнкрафтеры, ну, или меньше, или больше, где-то так. Ну, и потому я думаю, что реально Майнкрафт очень должен зайти летсплейщикам, которые любят там, например, постримить, поснимать там всякие видосы по летсплею, ну, и т.д. Ну, давайте уже перейдем туда к седьмому факту. Не было бы и клонов Майна. Да, как бы это странно не звучало, но если бы не было Майнкрафта, так не было бы и клонов Майна. Ну, если бы даже другой какой-то игры не было, все равно бы клонов не было. Ну, это логично. Ну, я не знаю, почему я это записал, но думаю, что, может, так вам понравится этот факт. Ну, давайте от этого скучного факта перейдем к восьмому. У всех бы, кто играл в Майн, станет сложнее размышлять и воплощать свои идеи. Ну, как мы это отлично знаем, что в Майнкрафте вы можете строить, там, играть, например, в выживание и все так далее. А размышления, там, например, всякие крафты запоминать, ну, запоминать там всякие билд-хаки, серьезно. Ну, вы сами знаете, что Майнкрафт очень развивает память. Если вам, например, мама или папа запрещают от него играть, просто скажите, что он развивает, как его, мышление и воплощает идеи свои в Майнкрафт. Ну, а если они не поверили вам, то там, например, покажите разных ютуберов и все такое. Ну, например, меня, если, конечно, вы сами захотите. А мы переходим к девятому факту. Не было бы новых друзей. Да, этот факт очень странный. Ну, я сейчас объясню, как он, как бы сказать, как он переводится в моих словах. То есть, ну, у каждого, не знаю, или у каждого было такое, что, например, у тебя друг просто появился из ниоткуда. Ты просто играешь в Майнкрафт, например, на сервере и, ну, находишь там, например, какого-то друга, да, ну, такого, который тебе поможет развиться, и который уже давно на этом сервере. Вы вместе играете, пишите там друг другу и переходите потом в другие соцсети и так вот до первой встречи. Ну, не у всех первая встреча бывает, но просто по интернету разговариваем. Ну, думаю, что это реально заслуживает лайка, так что подпишись и поставь лайк. А мы переходим к десятому факту. Не было бы меня на ютубе. Да, это последний факт. Если ты досмотрел это до конца, то, наверное, ты любишь смотреть меня или тебе просто попалось это видео на главной странице. Короче, никто почти не знает, ну, там мало подписчиков знают, что я начинал из Майнкрафта. И потому будем заканчивать это видео. И всем пока. Продолжение следует...